Товар возврату и обмену не подлежит. Таблички с подобным текстом, казалось бы, вообще не должны появляться в сфере торговых отношений казахстанцев с принятием закона о защите прав потребителей. Однако их нередко можно встретить на местных прилавках. Приходится признать, закон по сути работает только на бумаге. Хотя есть четкая формулировка. 14 статья нормативного акта гласит, что покупатель... Имеет право в течение 14 календарных дней произвести обмен товара или потребовать возврат денежной суммы. Сегодня сотрудники департамента провели разъяснительную беседу с представителями администрации крупных торговых центров и рынков города. В большинстве из них арендаторы торговых мест стараются не портить собственный имидж и на обращение покупателей с жалобой стараются сразу реагировать. Но цивилизованная форма купли-продажи, как правило, соблюдается в престижных бутиках. Чего не скажешь о рыночной торговле. Ежедневно порядка, наверное, я не совру, но 5-10 звонков по этим вопросам к нам поступают. Поэтому мы бы хотели, чтобы администрации рынков обращали на это внимание. То есть вы знаете, кто арендует у вас торговую площадь для реализации товаров. И, соответственно, совместными усилиями предотвращать такие ситуации, потому что мы должны защищать права потребителей. Частенько покупателю несертифицированного, просроченного продукта или некачественного товара сложно доказать сам факт его приобретения у конкретного лица. Если чек на руках – это полбеды, а если его нет, то и продавец снимает с себя всякую ответственность. Хотя закон и в этой части четко регулирует спорный вопрос. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт приобретения товара, не лишает его права ссылаться на свидетельские показания, а также на документы. Но сейчас у нас все современно, есть сотовые телефоны, в принципе, можно произвести видео, аудиофиксацию. Ну и, соответственно, тех людей, которые находились на момент покупки товара. Проще говоря, если есть сомнения в качестве приобретаемого товара, покупку лучше заснять на видео. Тогда будет легче отстоять свои законные права, но побегать все же придется. Сначала составляется письменная претензия к продавцу в двух экземплярах, один из которых с подписью ответной стороны хранится у себя. Затем, если в течение 10 дней на претензию никак не отреагировали, следует обратиться в суд. И только когда эта инстанция вынесет решение в пользу истца, можно считать, что конфликт исчерпан. Покупатель удовлетворен, продавец наказан. А вот ждать, когда же, наконец, закон будет работать беспрекословно, без мучительных разбирательств, похоже, нашему обществу еще долго. Ирина Гути, Алексей Уразов, программа «Факт».